Добрый день, уважаемые зрители Робинзона. Наш прямой эфир продолжается. Меня зовут Виктор Фоменко. В рубрике «Дема дня» предлагаю поговорить о следующем. Зона свободной торговли с Евросоюзом заработает с 1 ноября. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Домбинский на встрече украинского правительства с деловыми кругами. По его словам, зона свободной торговли будет работать по тем же принципам, по которым сейчас открывается для Украины европейский рынок. Кто выиграет от этого решения, узнаем от экономиста Андрея Новака. Сейчас он на связи со студией по телефону. Андрей, добрый день. Добрый день. Дякую, что нашли час поспілкуваться. Поясните, пожалуйста, как работает зона свободной торговли? Зона свободной торговли работает практически за принципом, который указан в названии свободной торговли. Что правда, для того, чтобы работать на таком очень конкурентном и очень вимогливом рынке, как европейский, любому производнику нужно отвечать за безопасность и качество своей продукции. Если говорить о выгодах для украинских производителей, то в первую очередь выиграют уже те украинские производители, которые уже присутствуют на европейском рынке, они могут продавать эту продукцию в больших объемах. Таким чином заработать больше выручку и иметь больше прибыль. Для тех украинских производителей, которые еще не присутствуют на европейском рынке, все равно нужно будет, по-перше, увеличить стандарты качества и безопасности продукции, а по-друге, пройти процедуру спецификации для работы на европейском рынке. Поэтому эффект в коротком периоде будет лишь для обмеженного пола украинских производителей, которые уже працуют на европейском рынке, а для всех других – это лишь додатковая нагода, додатковый шанс расширить рынок из-за своей продукции. Но для этого нужно будет увеличить их конкурентность. Скажите, пожалуйста, а який відсоток украинских производителей сьогодні торгує на европейском рынке? На самом деле, очень ограничена количество, очень ограничені даже сферы. Те, в которых украинские производители имеют конкуренцию на европейском рынке, это, в основном, украинские аграрии, ну а также металлурги и химики. Хотя, в основном, украинская продукция носит сыровинно-напевфабрикатный характер, очень мало в кинцевой споживочей продукции, а это значит, что очень мало додано вартости формуется именно на территории Украины. Тому наше найголовное задание в украинской экономике – это подниматься по технологическому ланцюгу от простого выкачивания ресурсов, первинной переробки. И, скажу, на экспорт, как это происходит сейчас, подниматься по технологическому ланцюгу выше, для того, чтобы выработать кинцевый продукт, для того, чтобы максимум додано вартости формовать на своей территории. Это даст и высшую занятность, и набагато большие масштабы прибутков, которые будут остаться украинских производителей, и, соответственно, увеличение податковых платежей самым до украинских бюджетов всех уровней, от местного до центрального. Я чувствую, что не на все товары распространяются эти правила зон вільной торговли. Я не знаю, что касается Украины, но были случаи, когда это не касалось продукции сельского господарства. А в Украине же это один из направлений, благодаря которому наша страна планирует торговать с Заходом. Вы не знаете, что касается сельского господарства? Действительно, какие ограничения есть? Или они установлены каждого раза окремо? Ну вот, наприкінці, вы сказали абсолютно правильную тезу. Правила установлюются в таких договорных форматах цивилизованих стран, как Европейский Союз. Правила установлюются постоянно. То есть договор, зона вільных перегивлев, это не статичный договор, он динамичный. И все отношения в рамках таких цивилизованих объединений происходят на договорной основе. Все зависит от того, насколько каждая страна, каждый производитель способен пролубить свои интересы. Ну и тут надо враховывать, что Украина сейчас, враховывая очень тяжкие условия для нашей страны, Российской Федерации Российской Федерации, Украина сейчас мает возможность, и фактически уже мает, особливые режимы в отношениях с Европой, и не только с Европой. И этот момент особенностей отношений сейчас очень полезно было бы нам использовать и таким чином пролубьевать для украинской экономики, для украинских производителей. Вигіднейшие и масштабнейшие умов работы с таким найбільш объемным и плодоспроможным рынком, как рынок Европейского Союза. То есть решение нужно еще вточнивать, так? Безусловно. Тем более, что самы страны Европейского Союза и централизированные органы ЕС, практически все страны и все органы ЕС уже висловили неодноразово готовность в одностороннему порядку как-то прекратить все ограниченные моменты, которые есть в другом базе зоны военно-интерапевтики ЕС, сняти эти ограничения для украинских производителей. И вот такой лояльностью, подвищенной лояльностью до Украины сейчас нам нужно использовать. Пане Андрею, скажите, пожалуйста, есть те, кто может програти? Вот сейчас, когда мова идет про эту дату 1 апреля, то идет о том, что это ограничения на украинские товары, так? Но если говорить про зону вільной торговли, то это же знание обмежений для европейских товаров. Чи это начнет действовать позже? Ну, действовать позже воно не начнет, но в любом случае для выгодства, в первую очередь, и споживачей, а потом, в конце концовом, для выгодства и самих производителей, чем выше ступень конкуренции, тем лучше. Как для споживачей, так и для производителей. Потому что самая конкуренция спонукает в рынковой экономике до прогрессу, до развития, зокрема, до вдосконаления продукции виробниками цієї продукции. Тому, чем выше конкуренция, особенно с такими виробниками, как европейские, тем лучше для наших виробников. Конечно, это будут тяжкие условия, но в подсумку, в среднестроковой, тем больше в долгостроковой перспективе, это будет очень полезно для наших виробников и для развития нашей экономики в целом. Ну, я питал тому, что нас лякают тем, что оця співпраця с европейским рынком, вона может обернуться с масовым закриттям предприятий. Это реальность, или это такая страшилка соби? Мы должны враховываться, что кроме экономических процессов, есть еще политические процессы. И если параллельно с разрядом экономической, торговельной договорной базы Украина еще будет в политическом направлении рухаться до Европейского Союза, не только до асоциированного членства, а до фактического членства, это поступово сделает украинских виробников загальноевропейскими виробниками. Когда украинский виробник сможет будет ставить лейбл «made in Europe», а не только «made in Ukraine». И тогда любые ограничения, как на европейском рынке, так и на самому, для украинских виробников будут сняты. Но при этом, конечно, нужно развивать технологии, восстановить свою продукцию, а это можно, первое, за счет залучения инвесторов, в том числе и европейских, которые способны принести эти новые технологии, новые научные решения и делать продукцию конкурентной. То есть, наше завдание максимально интегрировать экономично и политично в Европейский Союз, для того, чтобы наши виробники не имели каких-то обмежений по работе не только на европейском, но и на святом рынке. Пан Андрею, дякую за докладные відповіді. Экономист Андрей Новак пояснив, що дасть зона вільной торгівлі з Евросоюзу. Следующий прямой ефір уже завтра в 10 утра. Как обычно, с событиями в стране и в мире вас познакомят Ирина Князева и Дмитрий Глебов. Дмитрий Глебов. Дмитрий Глебов. Дмитрий Глебов. Дмитрий Глебов.